Роман Слуднов В 2021 году, как самый быстрый человек на планете, на дистанции 100 метров брасом. Жить в США и приехать готовиться к Олимпиаде в Омской области. Будет моя четвертая Олимпиада, и Министерство спорта мне помогает, потому что мне нужны регулярно сборы. Почему высочайших результатов могут добиться единицы? Совокупность факторов, я думаю. И талант, и генетика, и желание самое главное. И усердие. Должна ли счастливая примета пловца быть связана с водой? Если во время стартов, во время соревнований в тот день идет какой-то дождь, у меня такое достаточно спокойное настроение. Перед вами всемирно известный омский пловец. Заслуженный мастер спорта по плаванию Роман Слуднов. Чемпион мира 2001 года. Двукратный чемпион мира 2000 года на короткой воде. Пятикратный чемпион Европы, экс-рекордсмен мира. Участник трех Олимпийских игр. Когда Роману Слуднову было 20 лет, он стал первым в мире спортсменом, преодолевшим магический рубеж в одну минуту на дистанции 100 метров браса. Показав 29 июня 2001 года в Москве, результат 59,97 секунды. Этим он улучшил свой собственный мировой рекорд, установленный всего днем ранее. Меньше чем через месяц на чемпионате мира в Фукуоке, в полуфинальном заплыве Слуднов вновь улучшил свой результат. Сейчас Роману 31 год. Здесь, в Омске, его помнят еще простым мальчишкой с Московки. Сегодня мы видим состоявшегося молодого человека, объездившего весь мир, многое повидавшего. Рома вспоминает, как он впервые робким мальчишкой пришел в бассейн. И как ему тогда не хотелось плавать. На тот момент я был человек, который ничем не выделялся из толпы и проводил огромное количество времени возле бортика, потому что у меня всегда было холодно. Родители Романа известны в нашей стране тренеры по плаванию. Андрей Слуднов и Наталья Рощина. Конечно, именно они привели первый раз семилетнего сына в бассейн. Мой выбор был уже предопределен. Мама была в плавании, папа была в плавании, плюс оба тренеры, поэтому я думаю, что это было их решение. Все прекрасно понимают на данный момент, что генетика, генетическое здоровье, предрасположенность к плаванию, то есть чувство воды – это на самом деле огромная составляющая успеха. Можно говорить, можно философствовать, можно говорить, что вот так вот дано, кому-то дано, кому-то не дано, потому что у меня все-таки был, у меня есть брат, который тоже плавал, который тоже так же начинал, но он добился немного более скромных успехов, несмотря на то, что тоже жил в той же квартире, в той же атмосфере спортивной. На этих фотографиях Роман еще совсем маленький. Мама, Наталья Рощина, никогда не мечтала о том, чтобы сын стал великим спортсменом. Ей больше хотелось, чтобы дети получили достойное образование. Отец же на сыновей возлагал большие надежды именно в спорте. Если бы, допустим, мой папа не был мечтателем, то опять же, возвращаясь к нашим успехам, я бы никогда не вышел на финал Олимпийских игр и не выиграл бронзовую награду, понимаете? Потому что только человек-мечтатель, только человек-романтик мог надеяться, верить в то, что, скажем так, опять же, из Сибири и из города, в котором всего один единственный 50-метровый бассейн, человек будет выходить и бить мировые рекорды. В какой-то степени, я думаю, что я тоже романтик. Потому что без этого никак. В бассейн каждый день ходят сотни мальчишек и девчонок. Наверное, многие задавались вопросом, почему же всего один человек из миллиона может добиться таких ошеломительных результатов? Что это? Генетика? Талант? Трудолюбие? По мнению Слудного, все в совокупности. Именно это плюс желание и усердие сыграли ключевую роль в спортивной карьере Романа на начальных этапах. Сегодня результаты говорят сами за себя. После успехов на крупнейших международных стартах, будучи одним из сильнейших брасистов мира, Роман поставил перед собой новую цель. Воплотив в жизнь спортивные планы отца, он решил реализовать мечту мамы, не прекращая занятия плаванием, получить достойное образование. И здесь Роман пошел по своему пути, выбрав местом обучения США, университет Миссури и специальность, далекую от спорта, банковское дело и финансы. Когда ты попадаешь в страну, в которой люди говорят на языке, на котором ты не говоришь, уверенности в тебе немного. Было просто желание и была поставлена цель. Ну а я такой человек, просто-напросто, если цель поставлена, то все остальное подчиняется достижению этой цели. В 2009 году закончил обучение и уже будучи дипломированным специалистом, Роман продолжает выступать на высшем уровне. Следующий, 2012 год, Олимпийский. Готовиться к важнейшим стартам четырехлетия, Роман приехал на родину. Он решил пройти все этапы подготовки с самых АЗОВ. Последовательно поучаствовать в чемпионате Омской области, России, Европы. Чтобы через соревновательную практику подойти к олимпийскому отбору в наилучшей форме. Послушанный мастер спорта, Сануков, Роман. Первым стартом для него стал чемпионат Омской области. Коронная дистанция омского пловца – 100 метров брасом. Но и на 200-метровке Роман одержал уверенную победу. Я после 9-летнего периода решил продолжить плавание на 200 метров брас, потому что я считаю, что через эту дистанцию можно получить результат на сотни. Поэтому спустя 9 лет, последний раз, я плавал 200 метров в 2002 году на чемпионате Европы. И поплыву эту дистанцию на чемпионате России через три недели. Приезд такого известного спортсмена не мог остаться незамеченным. Роман был приглашен на радио. Раннее время выхода передачи не помешало слушателям проявить активность и в течение получаса задавать вопросы в прямом эфире. И ни один из них не остался без ответа. Снимаю стресс. Я стараюсь с него, как говорится, не залазить, потому что с возрастом становится намного сложнее контролировать вот этот процесс восстановления от психологического стресса. Когда я был помоложе, как-то все это происходило более гладко. Ну, на данный момент я просто-напросто стараюсь вовремя лечь, спать, то есть восстановиться от тренировки сном. Если говорить о своем свободном времени, то я его могу провести с чтением книги. Во время подготовки к ответственным соревнованиям на отдых и развлечения времени практически нет. Двухразовый режим тренировок плюс на расхват у журналистов. Редкий час, когда нам удалось пообщаться ни в бассейне, ни в студии, Роман предложил провести за игрой в бильярд. Говорили обо всем. Здесь сложнее планировать так, как, допустим, я ставлю задачу в спорте. Я в личной жизни задач как таковых не ставлю. Как она идет, так она идет. Поэтому никаких у меня, никаких революционных идей на эту тему нет. Если это будет, это будет. Я уверен, что это будет. Я являюсь одним из кандидатов в олимпийскую сборную. Это, вполне возможно, будет моя четвертая олимпиада. И министерство спорта мне помогает, потому что мне нужны регулярно сборы, тренировочные сборы. Мы работаем, сотрудничаем с ними. И они помогают мне организовать сборы и в Америке. И вот мы выезжали в прошлом году на подготовку, на горную подготовку. Я не думаю о каком-то частном бизнесе, потому что я получал финансовое образование с надеждой поработать в корпоративной Америке. То есть я бы хотел после того, как закончу плавать, пойти и попробовать работать в какой-нибудь большой корпорации. Нашего сегодняшнего героя нельзя назвать баловнем судьбы. Благодаря трудолюбию, упорству, характеру, он сумел воспользоваться шансом, который дается в жизни один раз. Взойти на вершину спортивного олимпа. Второе дыхание – это второй шанс. Я задумывался о том, чтобы заканчивать карьеру. То есть если у меня не будет сходиться учеба и плавание, то я планировал делать акцент основной на учебу. Америка дала мне второй шанс, и я до сих пор плаваю. И, как вы это называете, на втором дыхании. Пока программа готовилась к выходу в эфир, Роман Слуднов выступил на чемпионате России в Москве. На дистанции 100 метров брасом омский пловец завоевал золотую медаль, значительно превзойдя квалификационный норматив для участия в чемпионате мира. На дистанции 50 метров стал серебряным призером. Редактор субтитров А.Семкин